Голова, туловище и четыре лапы. Егор Смирнов лепит бурундука из полимерной глины. Юноша говорит, материал приятный и очень податливый, поэтому и работать с ним одно удовольствие. Да и занятия освоить по силам каждому. Главное не торопиться и работать поэтапно. Лепится платформа, потом она лепляется внутри, делается основа, а потом это основа, и лепится фигуру. Руководит творческим процессом Даниил Козлов. Он и подскажет, и вовремя поможет, если что-то не получается. По словам педагога, лепка – увлечение полезное. Оно успокаивает нервную систему, развивает мелкую моторику пальцев и интеллект. За час мозг проводит очень большое количество информации, приступающей извне, и создает новые межполушарные нервные мосты. Ребенок начинает развивать ассоциативное мышление, образное и алгоритмичное. Они испытывают большую радость, что они получают и внимание, и возможность в коллективе развиваться. Для таких детей это настоящий подарок. В Самаре реализовать свой творческий потенциал можно в интегративном центре «Шаг вперед». Свои двери для посетителей он открыл в декабре прошлого года. Занятия проходят в рамках проекта «Я есть». Он реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Дети и взрослые с инвалидностью могут получать новые знания и общаться. Для самых маленьких это отличный способ прокачать свои навыки. А для тех, кто постарше, это еще и возможность начать зарабатывать. Конечно, сидеть дома – это невозможно, наверное, ни для кого, для них особенно. Функции очень быстро утрачиваются, компетенции очень быстро распадаются. А для мастерских у ребят будет возможность, ну, не только реализовываться, не только социализироваться. Наша основная цель – чтобы у ребят 18+, здесь был именно доход, чтобы это их место стало рабочим местом. Помимо гончарной в центре работают и другие творческие мастерские. Можно научиться рисовать с нуля или попробовать себя в роли маловара. А любители физкультуры порадуют спортивный зал с мягкими матами и тренажерами. Посещение центра бесплатно. Сейчас здесь обучаются три возрастные группы. И это не предел, отмечают специалисты. По выходным здесь проводятся мастер-классы для всех желающих. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.